Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Рекламный рынок». Ее ведущие Николай Ковалев и Елена Петерикас. И сегодня у нас в гостях Олеся Козлова, начальник отдела маркетинга и коммуникаций «Зао Мерседес Рус». Здравствуйте! Здравствуйте! Олеся, здравствуйте! Ну, наш первый вопрос, он достаточно традиционный. Пару слов о компании. Наверное, вряд ли, конечно, кто-то еще не знаком с вашей компанией, но мало ли. Да, компания «Зао Мерседес Бенс Рус» — это официальное представительство компании «Даймлер АГ» в России. Мы являемся импортером таких автомобилей, как «Мерседес Бенс», «Смарт» и, соответственно, продажей занимаемся всех аксессуаров, автозапчастей. И в том числе еще не только легковых автомобилей, но и коммерческого транспорта. Понятно. Полный ассортимент. Да. Да, большая линейка. От вашего прекрасного бренда. Алиса, ну, поделитесь, честно говоря, если, может быть, были какие-то интересные проекты. Наш модельный ряд сильно очень расширился. В принципе, в начале года вышло два новых автомобиля. Один из них — это ГЛА, совершенно новый компактный кроссовер для «Мерседес Бенс». То есть, в принципе, в этом сегменте автомобиль «Мерседес Бенс» открыл для себя новую нишу. В отличие от конкурентов, такого подобного модели у нас не было представлено. Но в прошлом году мы его впервые начали продавать. В принципе, запустили. Результаты продаж говорят о том, что автомобиль сильно востребованным оказался как в полноприводном варианте, так и в заднеприводной версии. И, в принципе, даже, казалось бы, несмотря на то, что это, в принципе, компактный кроссовер, он открывает для многих, в принципе, «Мерседес Бенс», да, для многих наших клиентов. Несмотря на это, он достаточно большими объемами был продан, да, у нас. И популярностью очень хорошо пользуются полноприводные автомобили, ну, так как, соответственно, рынок такой, да, и страна у нас такая. Да, и, в принципе, заряженные версии, так как сам автомобиль представлен еще и АМГ-версии, что тоже нового, в принципе, для компактного сегмента. То есть такой вот ход такой в новый сегмент, да, так сказать? Да, абсолютно. Ну, это относительно недорогой автомобиль? Это относительно недорогой автомобиль, как я уже сказала, это компактный класс, в принципе, он дополняет такие автомобили, как А-класс, как наш Б-класс, ЦЛА, который мы недавно тоже запустили. И вот, в принципе, он пополнился еще одним внедорожником в ряду, как мы называем это, компактный кроссовер, да, ГЛА. Помимо него, да, в прошлом году также вышел на рынок в новом кузове автомобиль Ц-класса. В принципе, это флагман, это уникальный автомобиль, по сравнению тоже с конкурентами, не имеет себе равных по своим техническим характеристикам и внутреннему убранству. Интерьер, конечно, безумно красивый, технологичный, инновационный. То есть, в принципе, это автомобиль, который на класс выше всех остальных своих конкурентов в этом сегменте. В принципе, тоже очень популярен, безумно красивый. И это свидетельствуют также и цифры продаж, и те отзывы клиентов, которые выбрали его в прошлом году. Ну, вы упомянули про цифры продаж. Наверное, уже итоги по 2014 году подведены. В результате что получилось? Да, совершенно верно. Итоги подведены. Буквально в начале года состоялась официальная пресс-конференция. И было объявлено о том, что автомобиль Mercedes-Benz является лидером премиум-сегмента. Не секрет, мы соревнуемся в рамках большой тройки. Ауди и BMW – это основные наши конкуренты. Мы успешно держим лидерские позиции, заняли по итогам продаж первое место. И делаем все возможное для того, чтобы на таком же достойном уровне начать и продолжить, и также закончить 2015 год. Ну да, это большое достижение. То есть, вы официально продали больше всего автомобили в 2014 году, да? Да, да, совершенно верно. То есть, это как бы уже по итогам всех 12 месяцев. Ну, отличный результат. Наверное, не последняя роль играла правильная маркетинговая рекламная стратегия? Ну, все верно. И мне кажется, что это не только рекламная стратегия, но это совокупность методов. Потому что не все рекламные компании, которые мы делаем, являются исключительно имиджевыми. То есть, направленные на лояльность бренда, предположим, или там на продвижение новых продуктов. Но в том числе это поддержка и тактических рекламных компаний, сейлс-предложений, продуктовых предложений. И мне кажется, результат года просто говорит о том, что в нашей компании, на нашем рынке очень активно, совместно и в четкой связке работают между собой отдел продукт-менеджмента, отдел маркетинга, отдел продаж. То есть, все мы имеем перед собой одну определенную цель, строго которой следуем, слышим друг друга. И у нас удается совместными усилиями разработать некие единые инструменты, которые удачно бьют в цель и, в принципе, достигают поставленного результата. Хотя при том, что, в общем-то, рынок очень конкурентный. Высоко конкурентный. Я думаю, что вот сейчас развитие, скажем так, конструкторской, дизайнской мысли привело к тому, что вот у Большой Тройки предложения очень близкие. Ну, то есть, все совершенствуют свои конструкции, дизайн, какие-то, так сказать, эргономику, потребительские качества. И, наверное, в общем-то, донести изюминки становится, ну, по крайней мере, не проще, да, потому что их как бы много и они сложные. Вот как решаете эти задачи? Что используете в медиамиксе или не в медиамиксе? Как именно строится рекламная стратегия продвижения брендов? Да. Основной упор, в принципе, в своих коммуникациях мы делаем на, в принципе, реализацию кампании 360 градусов, то есть, когда охватываем все медиаканалы и пытаемся с помощью одного сообщения, одного, скажем так, одного слогана, да, или наших деталей продукта раскрыть, в принципе, через все-все каналы коммуникации, которые, в принципе, взаимодействуют с нашими потенциальными клиентами. Это и, возможно, наружная реклама, это и пресса, это и интернет, естественно, и в каких-то коммуникационных миксах используем мы телевидение, но при этом также используем мы большое количество различных программ лояльности, нестандартные коммуникационные миксы. Например, в Москве мы достаточно давно работаем уже с терминалом ДА аэропорта Шереметьево и бизнес-залами компании SkyTeam, альянса SkyTeam, Аэрофлот, и давно, в принципе, там присутствовали, а, например, в рамках 2014 года открыли вот в таких бизнес-залах, нацеленных для VIP-аудитории, отдельные зоны АМГ, как мы называем, да, то есть это зона отдыха, в которой специальным образом оборудована, в ней есть встроенный телевизор, где, в принципе, обычные гости, ожидающие своего рейса, могут смотреть программы передач, но при этом при всем еще также есть специальные удобные кресла, выполненные в стилистике, да, такой спортивной стилистике АМГ, соответствующий духу автомобилей и духу этого бренда, при этом есть столики встроенными iPad'ами, в этих iPad'ах есть тоже ссылки, зашитые на наши официальные ресурсы, Facebook, интернет, в принципе, Instagram, в том числе можно выйти на обычные интернет-каналы, и все это, естественно, каким-то образом пересекается, да, с деталями нашей марки, представлены аксессуары, АМГ, представлены информационные материалы, да, то есть там основная философия марки, One Engine, да, один человек, один двигатель, поэтому с помощью таких ресурсов, инструментов у нас получается еще ближе стать к нашему клиенту, как-то показать ему свое, в принципе, отношение к тому, что они нам дороги, мы заботимся и, естественно, благодарны. Не боитесь, что все-таки эти пассажиры вылетают, что они потом, пока там отдохнут, потом забудут на обратном пути про ваши сообщения? Я думаю, что нет, потому что, в принципе, то количество, например, постов в социальных сетях, когда мы только открыли в начале года эти зоны, и люди стали, ну, отдыхать, да, выбирать это как там свое местоположение в рамках бизнес-зала даже, да, они начали писать и размещать огромное количество фотографий с хэштегами, что вот АМГ стал ближе, теперь мы тоже там, как клиенты Mercedes-Benz, замечаем его и здесь, да, он теперь рядом с нами, поэтому, в принципе, в принципе, это, там, имеет свой эффект, и люди не забывают, наоборот, им это приятно. Ну, то есть вы вот за обратной связью следите, да, что эффективно, что неэффективно. А вот как специалист, как профессионал в своей области, скажите, вот из традиционного набора медиаканалов, радио, телевидение, пресса, наружная реклама, интернет, что сейчас вот наиболее эффективно? Или по-разному для каждой модели, или какие-то общие тенденции? Ну, не скрываю, что есть некий общий тренд, все считают, что, так сказать, интернет съедает все, остальное все постепенно отмирает, так ли это или не так вот для вашего продукта? Знаете, я тоже, наверное, соглашусь, в принципе, с этими основными тенденциями рынка, очевидно, что, да, интернет наиболее реактивный, да, канал, где ты можешь достаточно быстро, в принципе, отследить и по количеству кликов, и по количеству того, сколько переходов на ваш сайт или там на то или иное предложение, размещенное в интернете было. В принципе, да, наверное, это самое живое, поэтому мы очень активно его используем в своих коммуникациях, также рекомендуем использовать дилеров, потому что есть большое количество еще региональных, например, площадок, где дилер уже охватывает четко свою аудиторию своего региона, и таким образом у них получается конкретное предложение, направленное на конкретного клиента. Как нам кажется, тоже и радиоканал с точки зрения тактических таких конкретных предложений тоже достаточно актуален и успешен. Понятно, что в Москве и в крупных мегаполисах в связи с ужесточением рынка наружной рекламы, в принципе, изменение количества инвентаря, которое присутствует, и удорожание, безусловно, да, этот канал становится уже менее тактичным, наверное, да, но с другой стороны, все равно тоже для каких-то определенных целей и ресурсов можно найти нестандартные форматы. Если говорить, например, про центр города, то там есть такая информация, что из улицы Новый Арбат хотят сделать второй Тайм-сквэр, да, как в Нью-Йорке, и там сейчас уже устанавливается большое количество диджитал-медиафасадов, очевидно, что это тоже будет как-то... Ким театр Октябрь заработал, да. Абсолютно, да, 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 то есть это каким-то образом тоже будет менять конъюнктуру рынка вот в этом направлении, ну, на это стоит тоже обращать внимание, естественно. Ну, наверное, гидропроект знаменитый по пути в Шереметьево не миновал вас. Да, да, это абсолютно точно, и я просто напомню, наверное, телезрителям и тоже вам, что Mercedes-Benz были первые, кто, в принципе, запустился на этом проекте, да, стартовали с этой рекламной кампании, там мы как-то запускали автомобили нового класса, это как раз родоначальник нашего нового компактного сегмента, да, в эксклюзиве, поэтому, в принципе, у нас были хорошие впечатления и отклики, да, но, естественно, канал сам по себе достаточно дорогой, да, и здесь при выборе тех или иных медиа всегда приходится выбирать. Вопрос с ценой, я думаю, сейчас будет очень интересен многим нашим зрителям, с ценой на проведение рекламных кампаний. Я задам вам сейчас вопрос, а после небольшого перерыва буду очень рад слышать на него ответ. Скажите, ну и что же будет, вот, ваш прогноз по развитию рекламных трат на продвижение бренда в 2015 году для вас? Увеличите, сохраните, уменьшите. Дорогие друзья, сейчас мы сделаем небольшой перерыв и вернемся. Продолжаем передачу «Рекламный рынок». С вами ее ведущие Николай Ковалев и Елена Петерикас. И сегодня у нас в гостях Олеся Козлова, начальник отдела маркетинговой коммуникации «Мерседес Рус». Олеся, нетерпением ждем от вас вопрос о ценовой политике на 2015 год. Да, но все зависит от общей стратегии, которую принимать будет компания. Мы будем, естественно, работать реактивно, будем смотреть о тех тенденциях вообще, в принципе, рынка покупательского способности наших клиентов, анализировать продажи. То есть, в принципе, мы нацелены на то, что будем принимать решения достаточно оперативно. В принципе, год будет непростой, это очевидно, да. По всем источникам и, в принципе, по всем прогнозам ожидается падение, естественно, покупательского спроса, да, и не только в масс-сегменте, но и в премиум-сегменте. Поэтому будем просто жить реактивно, смотреть и думать, принимать уже конкретную стратегию практически на ежемесячной основе. А в такие непростые условия ждут ли нас какие-то премьеры и что-нибудь интересное? Да, безусловно, ждет, потому что независимо от кризиса или чего-то еще, в принципе, продуктовая линейка обновляется. И, например, этот год будет тоже очень важный для нас, для нашего бренда, особенно его первая половина. Так, например, в середине февраля мы запускаем два совершенно разных, но очень значимых для нас автомобиля. Это Mercedes Maybach и автомобиль AMG GT Sport Car, то есть как раз серьезные премьеры, прямо скажем, да. Все верно, абсолютно уникальные, достаточно нишевые, с одной стороны, но, с другой стороны, это автомобиль, как мы называем, да, бренд-шейперы, то есть то, что определяет основу нашей марки и, в принципе, совершенно разные, с одной стороны, и по своей сути продукты, но при этом имеют достаточно схожую целевую аудиторию, потому что автомобили достаточно дорогостоящие, каждый из них представляет топ сегмента. AMG GT это наша новинка от мастерской AMG, в принципе, уникальный тоже автомобиль, пришедший на смену SLS AMG легендарного автомобиля, а Mercedes Maybach это, естественно, самый комфортный, эксклюзивный бизнес сетаном этого года и, в принципе, современности, наверное. Поэтому в середине февраля в Москве, а затем далее уже во всех, в принципе, итических центрах России встречайте два этих автомобиля, мы будем рады вам их показать в наличии и продемонстрируйте во всей России. То есть они уже поступают в продажу, да? Да. Нужно было не только их посмотреть, но и купить? Абсолютно точно, да. Легко. А вот интересно, конечно, мы понимаем, что Mercedes Maybach это, как бы, действительно вершина линейки, это штучный товар на штучного покупателя, на особого покупателя. А как вот с ним коммуницировать, да, через какие каналы коммуникации? Наверное, это, в общем, очень непростая задача, это не масс-маркет, здесь, наверное, у каналы, которые ориентируются просто на количество контактов и на охват, не факт, что сработают. Как решаете эти проблемы с такой сложной публикой? Да, но, в принципе, вся наша публика достаточно сложная, потому что сами по себе автомобили являются автомобилями премиум-сегмента, и, естественно, мы говорим о такой высокодоходной группе. Конечно же, у нас есть компактный сегмент, у нас есть среднеценовый, так называемый, да, сегмент в нашей линейке, но, с другой стороны, все клиенты достаточно избирательны, очень уникальны по своему отношению к марке, и они понимают, когда они заходят в шоу-рум и хотят, в принципе, приобрести автомобиль Mercedes-Benz, то они ищут и ждут от дилеров, которые продают автомобили, от любого человека, работающего в точке продаж, определенного, в принципе, отношения к себе. Поэтому считаем, что, наверное, что бы мы ни делали, как это имеет отношение и к рекламным коммуникациям, и непосредственно к работе уже в дилерском центре, все это должно быть на очень высоком уровне, безусловно, там, с максимальной отдачей, с максимальным вниманием для клиента, то есть уловить каждый его взгляд, каждое желание, мгновение, да, предвосхитить, возможно, какие-то вопросы. То есть это то, о чем каждый из нас там в своей ежедневной работе, в принципе, должен думать. Поэтому для нас это такая основная стратегия в работе с этими уникальными людьми, на самом деле, да, и нам важна их обратная связь, потому что, в принципе, выбирая такие автомобили, они, естественно, выбирают качество, выбирают уровень определенной сервиса и дизайна, и, в принципе, даже те коммуникации, которые мы делаем, мы все равно пропускаем через призму их восприятия, потому что нам важно, что о них будет думать, наш текущий клиент, да, наш потенциальный клиент, как это ложится там в общую кану. Конечно, это особая история, но вы говорите о том моменте, когда они уже пришли к вам на шоу Рома. Как их все-таки туда привлечь, когда они еще проезжают мимо? Или они уже знают заранее, ждут этого момента, записываются в очередь? Да. Может быть и так, я не знаю. Ну, совершенно верно, все начинается, в принципе, наверное, с таких слухов и информации на рынке о том, что появляются новые автомобили, потому что, естественно, концерны, мы локально, да, издаем большое количество пресс-релизов, анонсируем выход тех или иных автомобилей, поэтому в той или иной степени люди и рынок сам достаточно подготовлен. То есть вы как-то в B2B их информируете, да, своих клиентов, предыдущих владельцев? Да, да, естественно, у нас есть база данных центральная и, соответственно, в дилерских центрах, и поэтому мы со всех сторон пытаемся различными способами, да, донести до них эту информацию. И делаем онлайн-коммуникации в виде, там, рассылки e-mail, в принципе, сообщений, да, и печатную рассылку, там, специальных уникальных материалов. И опять-таки прозвон уже one-to-one, да, коммуникации с помощью тех продавцов, которые ранее, например, с этими клиентами контактировали, да, для того, чтобы поддержать, объявить о том, что выходит новый продукт, пригласить, опять-таки, посмотреть на них, как на, там, центральное мероприятие, презентацию, так и, в принципе, напомнить себе, пригласить в шоу-рум. И, ну, естественно, эти люди находятся в том же, в принципе, медийном пространстве, что и мы с вами, да, только там в определенном количестве, да, поэтому они, видя, да, ту или иную коммуникацию, но мы все равно стараемся выбирать определенные каналы с определенной разбивкой, с определенным таргетированием на, там, четкую свою целевую аудиторию. Поэтому, в принципе, вот совокупность всех методов, она как раз и ведет к тому, что наше сообщение доходит до них. Ну, то есть, насколько я понял, все-таки вот у вас нет одного какого-то рецепта, да, вы применяете комплекс мероприятия, да? Комплекс, абсолютно точно. То есть нельзя сказать, что там что-то одно из медиамикса сработает на 100% или там на 90%. Да, никогда быть уверенным, да, на 100%, поэтому, да. Мы еще не обсуждали модную тему с диджитал, да, с мобильными устройствами, а как с этим, ну, неужели для Майбаха это может быть как канал продвижения? Ну, а почему нет? Просто мы, например, в прошлом году, ну, точнее, даже полтора года назад уже, запустили такое специальное приложение мобильное, Маймерседес. В принципе, любой пользователь мобильного телефона с платформой iOS или Android может скачать приложение в магазине. Бесплатно, да? Да, зарегистрироваться там, будучи клиентом или не будучи клиентом, да, и, соответственно, персонализировать его под свой автомобиль, предположим, если вы уже являетесь клиентом, выбрать себе дилера и таким образом попасть, опять-таки, там в нашу базу данных. И мы с помощью этого мобильного приложения тоже имеем возможность выстраивать контакт, делать какие-то специальные предложения, приглашать на мероприятия. И, исходя из того отклика, который мы видим, например, отправляя определенные сообщения, мы понимаем, что он достаточно высок, потому что это вот у тебя под рукой всегда онлайн. Ну, конечно, у вас есть статистика. Ты действительно, да, ты действительно получаешь предложение в режиме реального времени, можешь на него откликнуться, например, ответив «пойду или не пойду», буквально на пуш-сообщение, которое приходит на экран мобильного телефона. Ну и далее уже мы четко видим, пришел этот человек или не пришел, да, и как бы какой отзыв он нам дает по этому. Поэтому, в принципе, вот такой канал. То есть это ваше собственное предложение, вы его написали, да, и распространяете. А зачем пользователю его скачивать, какая польза для него? Это удобство. Это удобство, во-первых, потому что ты всегда получаешь актуальные новости от Mercedes-Benz, ты имеешь также возможность выбрать того или иного дилера и, соответственно, получать уже информацию о конкретных предложениях, например, о выбрать автомобили в наличии, о программах трейд-ин, об услугах сервиса. То есть это уже такая более персональная история с конкретными практическими уже применениями их реальной жизни. То есть вы же знаете, сколько это скачивают? Да, да, большое количество скачиваний уже на текущий момент времени, да. Несмотря на то, что такого глобального, да, и масштабного, в принципе, продвижения его не было, но через дилерские центры и с помощью там своих собственных ресурсов мы это поддерживаем. Но по мере развития этого приложения, потому что есть, в принципе, большие планы по его дальшему усовершенствованию, мы планируем из него сделать там некую такую уникальную онлайн-платформу, да, которая уже позволит нам еще теснее и ближе общаться друг с другом. Ну, в общем-то, это удобно, потому что человек постоянно носит в своем кармане это приложение, может в любой момент к нему обратиться. То есть вы как бы идете по пути не, скажем, такого насильственного, примитивного рекламирования в неудобное время, в неудобном месте, ну, как СМС-сообщение. Я считаю, что это как бы тема из прошлого, вы там где-то далеко и купаетесь, а вам приходят там сообщения, так сказать, делового характера, это неуместные, а вы не можете угадать, где находится в этом случае человека. А приложение дает возможность человеку воспользоваться, когда ему надо. То есть, наверное, это здорово, да, так сказать, для человека. Прекрасная современная история диджитал. Наверное, там можно и ролики крутить, там все, что угодно. Да, безусловно, можно зашивать различные ссылки, да, отправлять их как на свой сайт, да, так и на дилерский портал. Делиться через социальные сети, да? Да, определенно, определенно. И при этом, например, в случае, если есть какие-то программы аренды у дилеров, то они также могут там сообщать, буквально заблокировать и забронировать автомобили онлайн с помощью этого приложения, да. Так удобно, конечно. Наверное, там следующий этап, это будет оплата онлайн, да. Ну, в принципе, что не загорание, абсолютно. Дилеры почти не нужны. Да, да, да. Это будет такая дилера. Вот магазин Mercedes Maybach, заказали, получили на складе, ехали. Да, следующий этап. Следующий этап, дистанционная торговля. Ну, учитывая то, что такие масштабные премьеры, пафосные новинки, наверное, под них сняты хорошие ролики для телевидения, для интернета. Я угадал? Да, действительно, все верно. Ролики будут потрясающие, но пока не готовы делиться их составляющей, потому что премьеры официально только через некоторое время будут запущены на рынки и будут, в принципе, приоткрою, наверное, завесу, будут рекламные кампании, поэтому вы увидите сами это в интернете и на телевидении. Ну, скажите хотя бы, где снимаете? В принципе, сейчас два ролика, да, один, который снят в Германии, соответственно, немецким офисом, и второй ролик американский. Поэтому два совершенно разных ролика, но оба из них уникальны и безумно интересны. Ну да, я думаю, что это будет произведение искусства. Будем с нетерпением ждать их опубликования в интернете, наверное, на телевидении и других населениях. Мы вас будем радовать, да? Спасибо большое. Что говорить? Для российского рынка знаковая марка, все мы помним ее историю давнюю у нас, престиж и так далее. Мы желаем вам больших успехов. Спасибо. В продвижении. Приглашайте на ваши презентации. Придем, будем освещать с большим интересом. Ну, и буквально вот в двух словах, несколько слов. Как вы считаете, все-таки, 15-й год, чего нам ждать, вот именно по вашему сегменту? Какие у вас ожидания? Мне кажется, что это год вызова и год новых технологий, новых решений и такой максимальной концентрации вообще. Спасибо большое. Программа «Рекламный рынок» подошла к концу. С вами были ее ведущие Николай Ковалев и Елена Патерикас. А в гостях у нас была Олеся Козлова. Спасибо. 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 Очень приятно. Спасибо. 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 Спасибо.